Девушки отдыхают Мехутка, прежде расскажи, сколько тебе лет, напомни Три с половиной Маленький да удаленький Маленький добрый мишка Как появился маленький добрый мишка? Мишку придумали люди Они Люди, зачем вы придумали мишку, ведь наверняка этот персонаж не просто так Мы придумали не мишку, мы придумали образ медведя, за которым люди скрывали Делая добрые дела, не показывая своих лиц Почему медведь? Потому что заяц трусливый, волк злой, лиса хитрая А медведь большой добрый персонаж наших русских сказок Так, я уже сказала в начале, что у нас в гостях персонаж, который тоже исполняет желания Но не телефоны и кроссовки, а особенные желания, потому что их загадывают особенные дети Собственно, с ними вы и работаете Вот каково это, прийти в коллектив, где у ребятишек разные физические возможности И умственные возможности Это же наверняка очень сложно, найти с ними общий язык, полюбить каждого Мы всегда приходим к ним, как к обычным детям Обычным детям, которые смотрят мультики, мечтают, учатся в школе Что-то просят у родителей, снимают себя где-то в соцсетях, регистрируются Обычный ребенок, немного особенный обычный ребенок С обычными детскими потребностями, желаниями Это принципиальная позиция, а не выполнять какие-то материальные хотелки А только желания такие из области встретиться с кем-то, покататься там Потому что у нас бесплатный проект, абсолютно волонтерский Мы никогда ни с кого не взяли ни копейки денег И через образ медведя Медведь это как проводник, он соединяет желания особенного ребенка И мы находим благодарителя, если так вот громко, красиво сказать И через медведя, исполняя мечту, обязательно должна быть нематериальная Вот есть проводник, красиво Да, я тоже Мехут, скажи, пожалуйста, какие желания, загаданные ребятишками, тебе запомнились? Может быть, кажутся самыми особенными, необычными? Лен, я желания сами не запоминаю, мне самое главное эмоции детей Именно эмоции после того, когда ты исполняешь мечту Вот это да А мечта же, она же может быть любой, начиная там покататься, допустим, на самолете Там, на гоночном автомобиле Кто-то, может, на воздушном шаре полетит Да это может быть любая мечта Дети мечтают на танке Представляешь, или приехать там в спецназ Пострелять с настоящего Да, пострелять с настоящего оружия Это мечта любого мальчишки Ну, а мне-то самые главные эмоции, какие он получает Эмоции, отдача, обратная связь от ребенка, от родителей Очень много это дает родителям Когда родители с болезнью ребенка, они настолько загнаны в угол Они как вот маленький котенок Они считают, что все, они никому не нужны, только у них реабилитация и все А когда они видят, что их ребенок начинает жить обычной жизнью Это настолько их окрыляет Вы одни из немногих, кто работает с пациентами палеоативного отделения Это уже не дети, это уже взрослые люди Со своей очень сложной судьбой Каково это? Тяжело Потому что, когда ты приезжаешь к ребенку, ему сняли болевой синдром Это ребенок, он не понимает, что с ним, он дальше побежал играть А взрослый человек, он понимает, что у него неизлечимое заболевание Что здесь он на поддерживающей терапии Но когда наш медведь заходит в палату К женщинам, которые лежат под капельницами, к примеру, с цветами Или мы кого-то из волонтеров привозим Или просто он обнимает Он заставляет буквально вставать из кровати Рассказывать им на Новый год стихотворения Водили они хоровод, танцевали вальс даже Они в палате с медведем Это настолько, ну, это эмоции Эмоции, которые, ну, творят чудеса Сила, сила эмоций, сила добрых эмоций Она же может действительно продлить жизнь Давайте поговорим о проекте, который называется «Звездная встреча» Это если возвращаться к ребятишкам «Звездная встреча» Это встреча с известной личностью Желательно столичной Да, с любой, наверное С любой, даже местного, может быть, плана Да, с любой, да Кого чаще всего хотят дети увидеть? Есть такой персонаж? Можно я скажу? Скажи, не скажу Влад А4 И Маргин Штерн Так, и с тем и с другим удалось организовать встречу? Это исключено По соображениям На Украину мы не поедем в любом случае Из-за Влада А4 Да, я не знаю, первого, простите Да, по этическим соображениям мы не сможем организовать Хотя договоренность есть Но мы этого не сделаем Изначально мы назвали этот проект «Фото во благо» Мы сначала, наверное, в 2019 году, да, в 2020 Мы фотографировались с известными людьми, значимыми нашего края Мы потом сделали на базе этого проекта календарь Потом мы расширились И мы решили, а почему бы не назвать это «Звездные встречи» Что «Звездные встречи», что «Фото во благо» дарит Очень большое благо и детям, и родителям То есть это тоже непередаваемые эмоции Непередаваемые Ну какие у вас есть критерии при отборе звезды? То есть вот ребенок перечислил Одного, второго, третьего Как дальше идет работа? Как она строится? Созваниваетесь с продюсером этой звезды? Какие-то там взаимосвязи? Директор, продюсер, пиар-менеджер Как они называются? Это же такая сложная, мне кажется, работа Позвонить везде, вот вы же только вернулись из Москвы Где встречались с солистом группы «Руки вверх» С Сергеем Жуковым Да, насколько вот это сложно было с ним договориться? Да Кстати, у Сергея Жукова очень адекватный, очень приятный, добрый директор Который пошел нам навстречу, но переговоры, наверное, мы вели около полугода То есть вы просто звоните, представляете, если мы такие-то Либо по электронной почте, либо где-то находим телефон Кто сейчас в разработке из таких вот звезд? Скажем? Нет? Да, почему нет? У нас Лобода Кто? Полина Гагарина Гагарина и Дима Билан Билан, да Слушайте, в начале беседы вы все сказали, что этот проект бесплатный Ну да А как так? А кто тогда обеспечивает перелет и так далее? Ну Ну Крупные бизнесмены, благотворители Тут как раз, да, есть возможность поблагодарить людей, которые не безучастны Можно я двух, я только имена скажу, только имена Давай Я не скажу, кто они такие, я просто скажу Саша и Евгений Вот два человека Ну Два известных крупных бизнесмена у нас Да Александр И Евгений Самого начала Самого начала Да Абсолютно Один, допустим, делает подарки, то есть для детишек сладкие любая встреча, она заканчивается там вручением сладкого подарка А второй покупает билеты на перелеты, то есть он поехал, не мы же покупаем, он не нам деньги дает, он сам поехал, мы ему сказали, вот, надо четыре билета для перелета туда, назад, все, он поехал, купил, все А каким-то образом планируете расширять количество благотворителей? Ведь на двух-то не удержаться, проект серьезный, большой Наверное, у нас очень их много, благотворителей Есть люди, которые с нами постоянно, есть, которые участвуют в разовых акциях, которые там на Новый год, на какие-то праздники Есть, которые приходят, уходят, разочаровываются, что-то они, может быть, не получили Очень много, которые просто галочку поставили, все, получили там свою долю пиара, или там, я не знаю, чего-то, чего-то Ну, вы вообще, как считаете, мир не без добрых людей? Конечно, конечно На самом деле, добрых людей очень много Кстати, мы услышали такую фразу от одной из девушки-бизнесмена, которая исполнила мечту ребенка Она подарила щенкам опса 30 тысяч, прямо озвучив эту сумму стоя щенок, она его заказала из Биска Она говорит, я давно хочу помочь, я хочу помогать, я не знаю, как, куда Вот правда, как и куда? А теперь она с нами, она берегите себя Как и куда? Давайте еще раз озвучим Ну, напиши, есть аккаунт, напиши Можно написать Напиши, скачи, да я хочу получать Предложить свою помощь, переговорить и, в общем-то, стать одной командой Конечно, мы свяжемся и все Самое главное, чтобы люди четко понимали, что денег не надо, вложений не надо Хочешь поучаствовать в пройти? Созвонись, тебе скажут, ты поехал, сделал, либо ты, либо твои помощники, все, сделал Вот тебе, пожалуйста, доброе дело готово Мы всегда открыты, мы всегда на все сообщения отвечаем Если не взяли трубку, всегда перезваниваем, всегда мы открыты Ну, вот еще один вопрос, сейчас мы говорим про, ну, так образно говоря, волонтеров, да, которые могут помогать деткам, про спонсоров А если сейчас нас смотрят ребятишки, особенно их родители, и хотят тоже от вас получить какую-то помощь, как им выйти? Да, наверное, так же, да, у нас, наверное, единственная развитая сеть, это Инстаграм, где мы больше всего ведем Времени нет, да, туда написать И пожелания, просьбы, если они выполнимы, невыполнимы, писать в Инстаграм У нас есть группа в Ватсапе, особенных Через соцсети, в общем, общение продвигается, да? Добавим, маму, и все, пожалуйста Нет, у нас есть же группа в Ватсапе, то есть, вот смотри, человек, допустим, захотел ребенок добавиться, там мы публикуем там наше проведение мероприятий Вся информация там по проекту Ну, вот объясни, вот как вот Вся информация по проекту в этой группе, то есть мероприятия, мечты, да все, да? Да, там все, вот допустим, мы же не только там мечты исполняем, да, вот допустим, вот праздник там, куда-то экскурсию там взяли, к примеру, там вот девочка у нас есть там одна, вот Света, она у нас там постоянно В Новосибирск, в Дельфинарии, в Горный Алтай, там на пасеку На Лебединое озеро, вот то есть Все, понятно, мы пишем, надо 10, вот 10 человек желающих, кто поедет, все, она заказывает газель, берет обеды для детей, то есть все, ну вот такие, вот это люди бизнеса, у нас есть такие, есть люди чистые Я задавала вопрос о самых необычных желаниях детей, вы как-то так образно коротко рассказали, но я знаю, что есть конкретные ребята, конкретные просьбы, которые вас в свое время удивили, они плевые, на наш с вами взгляд, да? Пожрать в ресторане Вы до записи интервью пронесли эту фразу, я произнесу именно так же, пожрать, это не грубо звучит Да, да, тем более сус, медведи, это вообще нормально Можно я расскажу, да, есть у нас одна мама, и мы, я ей говорю, мама, Лена, почему все пишут мечты, вы не пишете? Она говорит, ну, нет у него никаких мечт, стоит ребенок рядом, у мальчишки, у мальчишки полностью сохранен интеллект, у мальчишки ДЦП, он только не ходит Я ему говорю, друг, что ты хочешь? Он говорит, ну, хочу пожрать в дорогом ресторане, будет сделано Да, мы не будем, мы не можем называть рестораны, да, там название, ну просто расскажи, как вообще просто люди отнеслись Да, действительно, вот вы позвонили в один из первых попавшихся ресторанов, или пусть это ваши партнеры Да, будем сказать, что мы позвонили нашим партнерам, они с удовольствием согласились, все было на высшем классе Маму с ребенком встретили, сразу сказали С братом С братом, да, они двойняшки, брат, здоровый ребенок Сразу сказали, ресторан дорогой, один из самых до нашего города Сразу сказали, мама, не смотрите ни на цены, ни на что, заказывайте все, что хотите Подарили детям подарки, это было в преддверии дня рождения, подарили торт Шикарно, было шикарно Было очень, конечно, да, прям спасибо ребятам, они вообще молодцы, сделали, конечно, по-высшему все А вот сейчас, я сказала, в начале время загадывать желание писать письма Деду Морозу, а кто-то не Деду Морозу, а Мехутке пишет письма Какие у вас ближайшие планы? Как будете отмечать Новый год в преддверии, возможно, праздника? Слушай, у нас столько, у нас столько вот акций, то есть вот мы же не все публикуем в инстаграме, ну потому что ты не можешь все публиковать Слушай, ну вот у нас до Нового года вот сейчас вот 11 акций, только вот на данный момент до Нового года 11 акций, поэтому надо же это совмещать с работой Это палиатив обязательно, это несколько детских утренников, детей с ограниченными возможностями здоровья, есть детки палиативные, которые сидят дома, мы индивидуально, скорее всего, поедем поздравлять Детская краевая в пятницу Да, да, я говорю, в больницу, да Детская, в онкологию в детскую поедем, ну вообще во всю краевую больницу, то есть мы туда привезем Обязательно в один из детских домов мы поедем Да, в 23-го мы поедем Когда же вы все успеваете? Я сам обалдел, я, если честно, сам, я вообще не понимаю Ведь это благотворительный проект, у вас помимо этого есть дети, работа Это наша жизнь, это наша жизнь, и даже, наверное, это не хобби, это наша жизнь, наверное, мы умеем планировать время, мы не смотрим телевизор Прикинь, с 18-го года, да, я не включал вообще Мы не смотрим телевизор, мы мало спим, вот это единственный минус, мы мало спим Мало спим, хочется больше, и есть больше хочется, и спать Есть и спать, спать есть Жить, мирской жизни, да? Да Ребят, ну спасибо, спасибо, Мехутка Тебе спасибо Кстати, с днем рождения тебе, Леночка, с днем рождения, потому что мы же опять это... Вот у нее день рождения, а ведь нигде же не звучится, да? А тут вот, пожалуйста С поем с днем рождения? Ну я не, у меня французское произношение Спасибо вам, что вы пришли, разбавили наши серые будни Спасибо вам, что позвали Да, очень приятный день сегодня, на самом деле ты прав, у меня день рождения Ну а вам только добрых дел, добрых начинаний, чтобы вас поддерживали окружающие Спасибо Спасибо, а пока Спасибо, а пока